Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы геройствуем в мире меча и магии. Будем теперь проходить новые кампании, потому что предыдущая завершилась, и официально вроде как в ней победил Роланд. Каким-то невидимым способом. Итак, новые кампании, играть кампанию... Так и четыре на выбор. Дорога домой, тут кораблик нарисован. Наследники, какой-то саркофаг, гробница. Остров чародеев, мыслится на верности. Кстати, если вы знаете, что именно это за кампания, напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть это было выпущено как дополнение для второй части игры. Или же это просто сами игроки создали очень классные миссии, сценарии, что их потом дополнили и внесли как бы в коллекцию с играми. Давайте посмотрим цену верности. Может, это переделанное просто? Виконт Крэгер, друг вашей юности и наместник северных провинций, поднял восстание против власти императора. Пока он слишком слаб, чтобы всерьез угрожать трону. Но если в его руки попадет легендарный артефакт, на поиски которого он отправился, его силы возрастут многократно, и гибель станет неминуемой. Император призвал вас и, поставив во главе армии, повелел уничтожить мятежного Крэгера и завладеть артефактом к вящей славе империи. Собственно, девушка, вы кто, просите? Почему вы даете мне такое поручение? Возможно, она советница императора, да и кто здесь императором выступает? Интересно. Итак, сценарий 1. Мятеж. Усмирите непокорных местных баронов и тем самым создайте плацдарм, с которого империя начнет экспансию на этом регионе. Напишите также в комментариях, если знаете, вот под империей подразумевается королевство, которым будет править там Роланд, Арчибальд, или это вообще другая сторона, другая сторона, другие правители и так далее. На выбор дается медаль отваги, незримый щит и малый свиток. Вот я даже не знаю, за кого я буду играть, но давайте возьмем незримый щит, защита всегда пригодится. Мораль не всегда сработает, а малый свиток, ну, знания не особо нужны, если выпадет, например, рыцарь или варор, не так полезно будет. Поехали. Долина Таркскейла пустынная и бесплодна, поэтому каждую неделю император будет посылать вам строевой лес. Расходуйте его экономно. Ибо других источников этого материала у вас не будет. Первое испытание. Десяти деревьях получено. Итак, мы играем за варваров. Причем на заставке перед этой миссией замок был совершенно не варварский. Как-то странно. Ладно, посмотрим. Что у нас есть в городе? Ну, неплохо так построен. Правда, не знаю, почему левую башню обделили. Ладно, давайте строиться. Статуя для увеличения количества золота. У нас в героях Цабу, варвар. Три атака, три защиты. А, защиты, я думаю, откуда у тебя три. У него же есть незримый щит. Сила магии один и знания один. Давай, ты немного отъедешь. И я найму второго варварского героя, который, не знаю почему, сопровождал чуть ли не три миссии в компании Роланда меня. Фианес, я убираю тебя. Так, а вообще, какой смысл этой миссии? Нужно мне победить всех? Усмирить непокорных местных баронов. Да. Значит, нужно победить всех. Ладно, тогда Цабу будет бегать и собирать предметы. А, Фианес, по доброй памяти, будет как раз-таки захватывать замки и воевать с врагами. Так, орков ему бы нанять, а орки очень медленные. Требуется дом огров. Ладно, пока они все будут собирать. Так, здесь средняя скорость, здесь очень низкая. А, в замок их посадим, пока не будем воевать. Да как? Чего? Я не могу передать, почему? Очень странно. Так, Фианес, забирай, во-первых, щит. Во-вторых, орков я тебе передаю, ты их оставишь в замке тоже. Орков в замок, остальное пока пособираем. Немного серы, немного золота. Бесплатные гоблины. Так, беседка. Вражеские замки, как я понимаю, будут тут, тут и тут. Скорее всего, будет три противника. Давайте немного приоткроем завесу. Кабаны, феи. Изученная территория. Лачуга, волхва. А вот такого здания я в компании за Арчи, Бальда и Роланда не встречал. Нужно заехать и узнать, что там. Надеюсь, по башке не надают. Завершить ход. Беседка и тысяча опыта. Колдовать мы вряд ли будем, поэтому баллистикам. Мало ли пригодится. Так, здесь сидят гномы. Опять же, хранят дерево, которое редко здесь. Поехали на север. Чего уж там. Так, фианец. Смотри, что в лачухе здесь. Вы зашли в ветхую хибару и заговорились с магом, живущим тут. Он поветал вам о местах, которые ему доводилось видеть. Это может пригодиться вам в ваших путешествиях. А он видел северные земли, где есть хибара гоблинов, есть храм, есть куча золота. Еще один незримый щит. Странно. Так, значит, замки тут и тут, наверное, расположены. Ладно, давайте еще немного продвинуться вперед. Пока противников не видно, это радует. Так, что будем строить? Домогров, естественно. Нам нужны толстяки-огры. Завершаем ход. Так, вот и первый противник, где он показался. Много крестьян, стая лучников. У меня же здесь только 20 гоблинов. Возможно, я зря поступил, что оставил в замке орков. Ну ладно, попробуем незаметно прорваться, получить уровень и уйти. Отличная логистика. Хотя логистика на такой карте, наверное, глупый выбор. Потому что, ну, тут и разгоняться-то негде. Ладно, возвращаемся в город. Здесь мне даже выезжать не надо. Если я выйду, то мне по башке надают. Значит, в смысле, я могу сюда проехать как? Так, значит, нужно собирать армию, объединяться и воевать. Давайте наймем кого можно в следующем ходу. Потому что орков простых я не планирую нанимать. Так, завершить ход, да? Далее, Фианис, ты здесь, естественно, ничего сделать не можешь. Возвращайся в город. Далее, улучшаем хибару для орков. Почему нельзя? Халупа. Есть. А, луков волков еще. Ладно, на следующем ходу, значит. Завершить ход, да? Так вот, первый варварский герой. Это Джезебель. Но ничего, сейчас с ней тоже справимся. Надеюсь, она без каких-либо артефактов сюда заявилась. Так, нет. Устроим хибару. Просто я хочу, чтобы мои орки хорошо стреляли и были изначально неплохо. Вооруженные и поддерживали меня. Да и, честно говоря, из-за того, что скорость очень низкая. Мне вот это не нравится у них. Так, гоблина всех. Волков. Огоров. Как выяснилось, их лучше не нанимать сейчас, потому что их улучшать гораздо дороже, чем сразу нанять улучшенных. Передаем армию. Опять волков. Ну, здесь будет явная победа. Один. Тогда всех передал. Отлично. Теперь фианес. Ожидай, как сюда заявится Джезебель, и ее побеждаешь. А от Сабу отъедь куда-нибудь подальше. Вдруг на тебя еще нападет. Завершить ход, да? Убежала. В ужасе убежала. Давайте одолеем кабанов. Их всего лишь стая. Волки в ожидании. А теперь кабаны бегут через всю карту. Нет, чтобы собраться в один отряд. А нет, каждый кабан сам за себя. Убавлены атакуют кабанов. Три кабана пала. Орки стреляют в другой отряд кабанов. Три погибли. А теперь орков начинают жрать кабаны. А-а-а. Я здесь могу заблокировать. То есть если атаку этот отряд, то второй отряд боровов не подойдет. Ну давайте так и поступим. Пусть волчь. И теперь боровы атакуют волков и не могут добраться до орков. И добиваем. Победа. 195 опыта. Но самое главное, что получаем артефакт меч. Драконий меч, атака плюс три. И теперь у Фионеза семь единиц атаки. В самом начале игры это великолепно. Много фей. Прощайте. Нет, я не хочу вас заставлять драться. Вы слишком быстрые для меня. Кольцо феери. Немножко удачи. Так, вот отсюда враг нанял орков себе. Может очень дерзко к нему прорваться и победить. Чисто технически это можно реализовать. Давайте улучшим луговый угров. Наймем толстых жирных угров. Их ЦАБУ возьмет. Но мало ли тут прискачет этот рыцарь и испортит мне всю картину. Я даже вот не знаю. Давайте пока аккуратно подвозить. Завершить ход. Прибыла очередная партия древесины. Пять единиц. Но мне в принципе пока что и так хватает. Мост не могу построить, потому что нету руды. Пирамиду не могу построить, потому что нету тем более кристаллов. Ну давайте пока покопим. Все равно неделя заканчивается. Скоро будет прирост. А денег-то нету. В старшивую вышку подъезжать не стоит. И куда направиться? На север или на юг? Мне кажется, сделать шаг и отправиться на юг. Замок без защиты. Отлично. Вот жаль, что до конца дня не успел. Тогда бы здесь точно никого не было, а так придется штурмовать. Так, ЦАБУ. Чем ты будешь заниматься? Много зомби-мутантов. Наверное, мои огры их не одолеют. Но я хочу вот эту шахту забрать. Завершить ход. Опаньки, вражеский герой пришел в город. Астрологи облиявляют неделю горностая. Население всех жилищ возросло. Анжеза пришла в город. Ну что ж, ЦАБУ. Давай тогда огров. Идем штурмовать. Наверное, можно было сначала захватить золото, но... Я подумал, вдруг не хватит мне перемещения туда-сюда. Атакуем Джеза, блин. У меня даже прироста особо нет. Смотрим внимательно на башню. Какие стреляют? Вот это явно будет стрелять. Баллиста. Баллист стреляет силой шести стрелков. Ага, тут даже показывается башня, как сильно стреляет. Одна ждем. Один орк пал, неудивительно. Бублина вперед. Огры тоже куда-нибудь вперед. Орки, давайте убейте их всех. Ну, четыре. В ответ уничтожено двое. У Джеза были при этом атака четыре. Очень опасная девушка. Удачная атака волков. Девятнадцать говлинов погибло, но это не беда. Говлинов у нас очень-очень много. Орки, огры точнее, пусть блокируют мост и подождут. Огонь. Еще три орка умерли. В ответ те убили трех вождей. Стена не скоро сломается, ждем. Ждем, ждем. Стреляем. Так что ж это такое, почему моя баллиста не хочет ничего сломать или хотя бы в одну стену стрелит. Ждем. О, чудо. А туда поскачут в первую очередь гоблины. А волки... Мне не хочется подставить их под удар говлинов, пусть пока подождут. А вот гоблины, как расходный материал, не страшно. Ну и огры. Огров сложно убить, они очень толстые. Волки, ждите. Вот почему чужие гоблины в первой ходе. Гоблины прорываются. Атака, все орки погибли. Потери 37 гоблинов и 14 орков. Ну, замок захвачен и давайте полностью аннулируем штрафы за перемещение по смешанной местности. Мне кажется, это будет выгоднее, чем повышение еще на 10% от логистики. Оранжевый игрок сокрушен. Та-та-дам! А что у него, замки есть? Да ничего у него-то и нету. А, можно нанять. Так, чего не хватает? Он дома, огров. Даже не знаю. Пока давайте подождем. Хотя вот что ждать. Можно себе просто нанять их из стрелков. Будем чуть медленнее перемещаться. Но с учетом того, что против нас сейчас сражается рыцарь, он явно будет в разы медленнее нас перемещаться. Поэтому давайте не будем ждать. Так, волки. А у меня хватит на сколько орков денег? Как раз на десятерых. Ну и пусть будут. Дальше вперед. Вау! Арена. Это место еще не посещено. Новые постройки. Это хорошо. А завершить ход? Так, там что-то случилось, по-моему, вот здесь. Меня это не очень радует, честно. Попробуем забрать орков. Может появились? Да. Сколько? Не понял. Три орка получились из старашевой вышки. Прироза золота увеличили. Арена. Вы вошли на арену и сразились со сворой свирепых львов. Впечатленный вашим мастерством, тренер гладиаторов согласился научить вас одному навыку на ваш выбор. Естественно, атака. Такая атака уже выбрана. Вот это неудобно сделано тем, что подсвечивается белым, при том, что в обычном состоянии это такой светло-желтый цвет. Сделали бы подсветку хотя бы зеленым. Было сразу видно, например. Увеличиваем атаку. Теперь атака 9 единиц. Давайте зайдем еще на мельницу, посмотрим, что там. Два самоцвета. Мне кажется, вот здесь вот будет тупик. Наверное. Даже 100% здесь будет тупик. Поэтому лучше фионез отогнать назад. Вдруг рыцарь сюда приедет и захватит наш замок. И этого бы не хотелось. А здесь будет рассматривать ситуацию ЦАБу. Что там находится, чего можно забрать. Далее. Строить нечего. Здесь, конечно, можно построить дом округов. Да и давайте так сделаем. Но сначала статуи. Чтобы золота было побольше. Завершить ход. Вот где он передвигается, я не совсем понимаю. ЦАБу. Выполняю роль смертника, если здесь кто-то есть. Нет, здесь никого нет. Здесь есть только беседка для опыта. Я думаю, фионез без тысячи опыта спокойно обойдется. И сэкономит свое перемещение. Город Рокхевен. Да, Рокхевен. Завершать не будем. В любом случае некуда угров деть. Не улучшенных. Поэтому просто возвращаемся к себе. Так, ничего не строим. Предлагаю сначала заехать, пополнить армию. А потом дальше поехать разбираться. Завершить ход. Там что-то случилось, наверное. Так, тысяча опыта для ЦАБу, который становится искусственным мастером осады. Баллистика второго уровня. Завершить ход. Рыцарь там что-то скачет, скачет. Да не понимаю, конечно, вот зачем мне вот в этой лачуге волхва показывали это место. Ну да, там есть гоблины, есть золото, ну и что? Мне туда принципиально прям нужно идти или нет? Так как соперник вот здесь и, скорее всего, здесь только один замок. Что-то непонятное. Так, нанимаем орков, десять. Нанимаем вождей. Точнее, лордов-огров. Нанимаем волков. На всех денег хватится, замечательно. И двадцать гоблинов. Всех наняли, да. Но троллям не по ресурсам строить мост, поэтому как-нибудь обойдемся без них. Гильдию магов смысла строить я не вижу, но прочитаем парочку заклинаний о толку-то. Поэтому давайте... Вот зачем мне сражаться с много зомби? Мне особо орудия не нужна сейчас. Карта уже, тем более, скоро закончится. Завершить там что-то происходит. Я вот сам просто решу прискакать к вот этим гоблинам. Мало ли здесь будет какой-то диалог, не знаю. Какая-нибудь ставка. Просто я не вижу логики туда скакать. А, си... Ого! Сизый барьер! Говолхва, храм. А то есть рыцарь ко мне как бы попасть не может? Интересно завершить ход, да? Еще пять древесины. Так, а он как-нибудь может его открыть? Ух ты, а у него неплохая такая армия. Посмотрите. Орда крестьян, стая лучников, стая копейщиков, немного рыцарей, стая мечников. Тут еще единороги. А вот эту штуку он сможет как-нибудь пробить? Мне бы не хотелось. Может, из-за этого мне сюда нужно скакать? Ладно. Фионез, скачи туда, посмотрим, зачем нам нужно было туда двигаться. Завершить ход? Вот, да. А в неделе орла никому особых бонусов не принесла. Берем опыт. И будем атаковать волков. Лучше бы, конечно, чтобы они присоединились. Возможно, через определенное количество дней этот барьер падет. Это было бы не лучшим выбором одного атаку. Наши волки ждут. Вражеские волки наступают. Тагоблины уничтожают первую группу. Первую стаю. Могры уничтожают вторую стаю. Нет. Могры. Вы, малкаши, ели что-то. Орки стреляют в самую дальнюю группу волков. Второй отряд орков также. Нет. Не смогли добить. И наши волки атакуют последний отряд. Ну и, собственно, побед без потери. Орк. Я говорил, победа без потерь. Какого черта ты помер? Готова победа. Потеря одного орка. Разведка или удача? Разведка на такой карте не имеет смысла, в принципе. Она, да и на обычной карте, не так уж важно увеличить обзор лишь на одну колетку, при этом потеряв какое-то боевое усиление. Поэтому беру удачу. Артефакт. В руках у копейной статуи воина великолепный серебряный щит. Как только вы забираете щит себе, статуя рассыпается в прах. Второй незримый щит. Защита еще плюс два. Прекрасно. Атака 10, защита 5. Сила магии 1, знания 1, мечта любого воина. Толпа гоблинов. Давайте сразимся. Мне кажется, вот это не стоит называть толпой. Это как бы очень мало, на мой взгляд. Ждем, пока они будут подступать. Стрелки их будут расстреливать. Пам. Пам. Подождем, пусть еще подходит. Они в любом случае не смогут атаковать. Но гоблины между собой пусть подерутся. Их, если что, не страшно потерять. Потеряли трех гоблинов, но бывает. Пам. И волки догрызают последних уцелевших. Причем так удачно. Так, в общем, мы сюда пришли. И зачем? Может, можно посмотреть в око-волхва? Не знаю, каким образом. Так, ладно. От сабу. Давай-ка ты продвинься вперед. Так, стой. Ты вот сюда должен был пойти, чтобы открыть побольше карты. Ничего не строим. Завершаем ход. Так, ну, здесь есть золотая шахта. Мне, наверное, придется бить единоругов и проходить сюда вбок. Возможно, там сидит хозяин вот этой палатки, которая даст ключ. Или скажет, чтобы нас пропустили. Забираем гоблинов, да? В храм зачем? Мораль? Странно. Так, еще гоблинов забираем. Забираем немножко золота. Следующий ход заберем остальное. Настроить все равно нечего. Завершить ход, да? Подстава! Это была подстава Астра. Какого черта ты делаешь? Сабу, давай-ка ты отступаешь. Так, и нужно теперь очень быстро возвращаться. А быстро возвращаться... Ой, пять ходов. Пять ходов. Надеюсь, у нее не будет следопыт, и она будет очень медленно идти. Я также могу уволить вот этих вот орков, но их увольнение даст мне незначительную прибавку, потому что следующая скорость у вождей орков, у них она низкая. Следовательно, ну, может, я за четыре дня доберусь. А здесь три отображаются. В первый раз почему-то подумал, что пять. Ладно, надеемся, что... А, вот так даже. Рыцарь, ты красавчик. Сэр Галлан, давай-ка я тебе руку пожму. Ну, ничего, мы сейчас тебя догоним и лично пожмем твою, увы, отрубленную руку. Ну, давайте посмотрим, куда он там едет. Завершить. Тиро, ты мне не нравишься, извини. Я не хочу, чтобы он заехал на мои земли, потом мои замки захватил, пришлось бы обратно их отбирать и так далее. Это очень неудобно. Даже вот так, чемпионы. Два вождя орков погибли. Орда гоблинов уничтожает всех чемпионов дикой яростью. 298 единиц урона нанесено, а у чемпионов, по-моему, здоровья 40 единиц. То есть, в несколько раз больше урона нанесли, чем требовалось. Два вождя орков окрыляет победу, они атакуют второй раз, но копейщики прочные. Очень прочные ребята, я не понимаю, откуда у них защита H9. Ладно, там мечники, у них, понятно, есть щит, как бы они, им защищается, но копье же. А, берем баллистику, нужно быстрее ломать замки. Давайте захватим золотую шахту. И вот теперь вопрос. А хотя, какой вопрос? Предлагаю вот здесь нанять еще одного героя. Нет, не тебя. Наймем ЦАБу, и он соберет просто армию с двух городов и будет, если что, защищаться. Мне кажется, это неплохой вариант. Тогда бы имело смысл строить домогров, а сейчас мне не хватает руды. Ну ладно. Такой волков. Здесь наняты все, кто может быть нанят. Да, ЦАБу отправляемся в наш город, как он называется, Авон. Так, промахнулся. И завершить ход понеделье дикобраза. Так, теперь давайте проследуем за тем героем, которого мы видели, за сырым Голландом. Захватим еще руду. Так, и куда он тут делся? ЦАБу скачет в наш замок, тут будет держать оборону, завершить ход. Так, смотрим. А вот и синенький. Вот наш синенький герой, сэр Голланд. Он трется вокруг алтаря воды, нанимает себе очень-очень много духа воды. Нанял их аж 11 штук. Ладно, подождем, пусть сами подходят. Рыцари прискакали на убой для волков и для огров. Гоблины ждут. Огры. Да, в любом случае им придется попробовать ударить. Я вот думаю, если огры сейчас не атакуют рыцарь, атакуют орков, орки все умрут. Или сначала мои волки ходят. Давайте все-таки атакуем. Мы все же варвары, что раздумать. Вперед и в атаку. Потеря на один лорд-огров не страшно. А вот здесь вот пострашнее. Это очень дерзкие лучницы. Кстати, у сэра Голланд атака 6, защита 4, сила магии 11, на не 2. Неплохой такой рыцарь. Скачет корком, как я и думал. Теперь средняя скорость. А низкая, точнее очень низкая, низкая средняя. Нет. Водная или металь до нас не дадут, поэтому давайте согрызем всех рыцарей. Да ладно. Только за 2 атаки. Гоблины. Покажите, что вы сможете. Могучая атака голлемов. Они убили аж 6 водных элементарей. А лучницы достреляли всех наших вождей-орков. Угры идут в атаку на мечников. У мечников защита тоже 9, хотя у них есть щит. Я не совсем понимаю, почему именно так. Если сравнивать с теми копейщиками. Вот так. Волки, давайте дожрите водных элементарей. Да ладно, выжил. И враг бежит. Фионец получил 910 единиц опыта. А мне можно нанять этих водных элементарей себе? А то моя армия как бы сейчас уменьшилась. Кроме того, вот сейчас мне эти вожди-орков, точнее обычные орки, не нужны. Так как они будут резать сильно скорость. А у всех остальных отрядов средние. Теперь цабу. Приходишь в город и любой ценой ты его удержишь. Получаем вожди-орков. Нанимаем себе волков. Нанимаем себе угров. Так, промахнулся гоблинов. На все наняты? Да. И можно как раз таки вот этих зомбарей сейчас побить. И забрать себе рудную жилу. Хотя уже смысла, думаю, нет. Смотрим, можно кого нанять. Хрустальные постройки отбрасывают зыбкие тени на небольшой сверкающий бассейн. Где появилось лицо. Не ваше отражение, которое обратилось к вам со словами. Желаешь обратиться за помощью к силам воды? Пожалуй, да, я желаю. И можно нанять одного водного лимиталя за 500. Но давайте наймем. О, хуже не будет, я думаю. Хотя вот с учетом морали сейчас она стала обычной. То есть бонусов нет, но и ладно. Едем уничтожать волшебниц. Завершить ход, да? Так вот она волшебница. У нее много фей. Но ей жить осталось недолго, увы. И давайте тогда не будем захватывать эту руду. Просто пойдем надерем задницу рыцаря. Угу. Так что это они кружат. Ну, здесь армия также небольшая. Поэтому фианец без проблем справится. Но сначала опыт получит. Овладеет второй ступенью логистики. И атака уже 10. Защита 6. Прекрасно. 32 феи. А ведь они сейчас по-любому нагадят. Кого-нибудь атакуют и сбегут. Проклятие на гоблина. Атака гоблинов. Погибло 14 гоблинов, но не сбежали удивительно. До свидания, феи. И теперь будем атаковать Астру в ее замке. Цабу скачет на войну с рыцарями. Завершить ход. Ну, давайте Цабу первым ударит. Сыра Галанта. Вот это действительно классная работа баллиста. Орки. Какие орки? Волки бегут во весь опор вперед. Башни уничтождают вождей орков. Разрушили броню Огров. Лучницы постреляли очень много вождей орков примерно. Я не заметил, правда, по цифрам штук 5. Гоблины тоже куда-нибудь вперед пусть бегут. Лорд Огров вперед. Лучницы сейчас стремятся абсолютно все защитить. Они не понимают. Один выстрел орков и лучницы пали. Да ладно. Там всего лишь 5 их было. Орки. Вы шутите? Сколько выжило? Выжила одна лучница с семью единицами здоровья. Ужас. Так, волки заходят в воду. Броня по-прежнему ломается у наших лордов Огров. Коблины бегут вперед. Мячники убили одного волка, но практически все пали в ответ на атаки. Орки наконец-то добивают лучницы. И прошло и полугода с начала их атаки. Отлично, башня была сломана. Волки сжирают мечников. Башни совращаются с орками. Баволка убита копейщиками. У ответ 4 копейщика пало. Гоблины бегут к другой дырке в стене. Лордов Огров обходит с тыла копейщиков и бьют их топором. Все повержены. Орки стреляют в крестьян. Еще одна башня сломана. Сломаны ворота. Осталась последняя башня. Баллиста стреляет силой 15 стрелков. Каждая плюс 2 бонусом их уровню атаки. Левая башня уничтожена, правая тоже. Заходим внутрь. И, надеюсь, сжираем всех крестьян. Ну, практически всех. Победа, потери 23 вождя Орков и 6 обычных волков. Нашли медаль почета. И становимся, наверное, лидерами. Синий игрок сокрушен. Саус Милл пал. А теперь Фианис атакует. Эльфи и Куастру, сидящую в Чандлере. Вперед. Тут даже рва нет. Значит, сломаем стену и сразу же перейдем через нее. Проклянули Коблина. Как-то у них хаотично идут сейчас атаки. Феечки летят на сумме убийственная миссия. Элементаль побил 8 фей. Лорды Огров уничтожают их всех. Волиста ломает стену. Волки стремятся к пролому и заходят на территорию замка. Астра благословляет гномов. Друиды, неожиданно окрыленные этим поступком, дважды атакуют волков. И уничтожают около пяти. Коблины рвутся вперед. Кудный Лимиталь тоже идет вперед. Хотя он один. Грустно ему, наверное. Огров вперед. Жаль, что около гоблинов стена не сломалась. Ну, давайте есть друидов. Естественно, отбор. Все друиды съедены. Гоблины идут куда-нибудь в сторону. Элементали ждут. Лорды Огров идут вперед. Но, наконец-то, еще одна стена сломана. Волки грызут гномов. И удачная контратака гномов. Фактически всех добили волков. Проклятый водяной элементаль. Неужели такое сложное слово? Гоблины идут вперед. Элементаль стоит, ждет. Огры, лорды заходят в замок. Но мы убивают одного лорда Огра. Он теряет при этом четыре своих товарища. Гоблины несутся в атаку, но не хватает немножко скорости. Элементаль ждет. Угры атакуют. Удачная контратака гномов. Убивает одного лорда Огра. Но мы решили сражаться до последнего, но... Они были окружены сотней гоблинов и повержены. Нашли магический браслет. Медаль мужества. Большой свиток знания. Но знания эльфийки не помогли. Ее замок захвачен, а Фионес получает очередной навык атаки. И становится истинным лидером, который победил всех на этой карте. Красный игрок сокрушен. Вы усмирили мятежные северные провинции. И теперь вам предстоит преследовать армии Изменника, отступившие в гористый Даркскейл. Архимаг Императора обнаружил в древних фолиантах упоминание об артефакте, которому так рвется Крэгер. Он разделен на три части, и лишь когда эти части сольются, выйдет на волю древняя мощь артефакта. Сейчас, в дебрях горной страны, Изменник ищет первую часть артефакта. Найдите ее, пока она не попала в руки мятежников, ибо лишь тот, кто владеет ею, сможет обрести две остальные. Итак, в следующей серии «Земля Хаоса» подавите любое сопротивление в окрестных землях. Только после этого первая часть артефакта станет вашей. Вот такая вот миссия. Хотя я сначала по рассказу этой девушки подумал, что враг отступает в эти шахты и забился там. Но нет, оказывается, там хранятся артефакты, и они ищут очень удачное вступление, вам не кажется? Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.